Вера вечна, Вера славна, наша вера, право славна. Дорогие мои друзья, я вижу, что это очень трудно людям понять, в чем заключается богохульство и унижение человека от системы зверя, поэтому решил пояснить, насколько смогу сам обоснованно понять это, ибо тем, кто понимает, они могут целые диссертации писать про эту звериную машину, но я лишь постольку, насколько себе для моего ума это возможно. Вы многие понимаете, что дьявол всегда желает управлять миром, стать богом для этого мира, поэтому он в конце времен придумал систему управления людьми, миром, где все и все будут подчиняться только ему. Если бог наш создает людей и дает им наименование, то дьявол, как обезьяна, пытается сделать то же самое, но так как он не создатель, но сотворить из ничего что-то живое и дать имя созданному он, сатана, не может. Ну не бог он. Поэтому вот, что он делает. Придумывает систему автоматических логических рассуждений, базу цифровой идентификации, информационное общество, инфраструктуры. Для чего? Для того, чтобы изменить все то, что создал бог-создатель. А как именно? Постараюсь объяснить с помощью людей и верно ему сатане власти. Поэтому человек, который дает свое согласие на участие в этой системе, он становится помощником дьявола, соучастником в построении системы без творца, без бога. Как именно? Поясню. Сей дьявол, создавший систему информационное общество в кавычках, так его назовем с вами для понимания. Так вот, в этой системе сатана поставил себя богом, в кавычках, называя субъектом, а всех остальных участников и все остальное в мире, находящееся, назвал объектом, в кавычках. И для того, чтобы объектировать всех и все, он придумал идентификационный номер. И так как все живое он, дьявол, не может внести в систему электронную, то решил он со всех снять копий через идентификационный номер. Допустим, с людей снять отпечатки пальцев, рук, ладоней, оцифровать лицо, снять сетчатку глаза и так далее. Собрать персональные данные с человека, обязательно фамилия, имя, отчество, чтобы заменить само создание Божьего человека и его имя, назвав объектом, физлицом, числом и так далее. Сатана сделал информационный мир, и всем, кто туда попадает, подается новое наименование унизительное, богохульное, ибо он изменяет созданный Богом мир. Человека могут занести в базу данных только через идентификационный номер. И сей номер, через который было занесено имя человека и все его копии, остается с человеком на нем всю жизнь. Это нераздельно, потому как через этот номер QR-кода занесли данные в систему, и имени для системы больше нет. Есть объект под номером таким-то. Понимаете? Человек отказывается не только от имени, но и от всей своей личности. Полностью. Вы скажете, что такое деяние управляющих структур по сути? Беззаконное, фашистское. Нумеровать людей и было осуждено военным судом, трибуналом после войны 1945-го, как преступление, не имеющее срока давности. Так точно. Поэтому Гитлера, который насильно нумеровал людей, называли антихристом с маленькой буквы. Но он делал все это насильно. Посмотрим законодательное решение Российской Федерации, которым к людям отнеслись как объектам управления. В законе от 1.04.1996 года номер 27 Федерального закона об индивидуальном персонифицированном учете в системе государственного пенсионного страхования, предусматривающем обязательное, то есть без вашей возлеизъявления, социальное страхование, конкретно пенсионное, с автоматическим присвоением застрахованному человеку идентификационного личного кода, страхового номера. Совершенно не правовой закон, но затем принимается постановление правительства номер 828 об основных документах, удостоверяющих личность, в котором также упоминается личный код, но уже как реквизит основного удостоверения личности и большая часть населения получением удостоверений личности с реквизитом личный код, предусмотренных этим постановлением, легализует своими действиями по получению таких удостоверений объективацию населения. Добровольность получения кодов, личных, очень важное дело и для Бога, который попускает сие беззаконие только если человек сам согласится, понимаете? И большая разница в отношении тех людей, кого силой принуждают снимать отпечатки и так далее в тюрьмах и колониях. Не всех, а тех, кто никогда не получал этих удостоверившей личности и всех документов от системы, всегда желающий объектировать человека. Посему, кто не получал документов от системы, например, как и я, а меня заставляют и силой принуждают к каким-то подобным деяниям, то пред Богом это не работает. Это первое. И второе. С управляющих структур это совершенно не правовое деяние. Не снимается. Они будут отвечать за фашистское деяние и в этом мире, и в будущем. Поэтому законы Российской Федерации, конечно же, сатанинские, как про это и говорили Святой Паисий и другие. И, конечно же, многие люди даже не поняли, как их обманули. Посему любящий Бог это знает. Что лукаво обманули народ, для этого и сохранил Господь одного человека, который не принял и не подписал ни одного документа подобного, а через это сохранил на себе крещение и, будучи архиереем, имеет право от Бога помазывать людей святым миром и снимать этот бесовский код идентификации из человека. Это записано в Откровении Иоанна Богослова. Теперь, когда Бог открывает людям, куда, в какую ловушку их завели сатанинские власти, обманным, лукавым, то вот милостивый Бог предлагает людям выбрать в правде остаться с дьяволом в его системе или с Богом с печатью дара Духа Святаго. Ибо жалко Богу людей, доверчивых, попавших в лапы зверя. Давайте вернемся к теме. Выходит, что сами люди своим согласием, как бы легализовали это беззаконное деяние властей? Совершенно верно. И с таким обществом, которое добровольно отказывается от своей личности, можно делать, что хочешь. Давайте с вами, дорогие, постараемся кратко пояснить и себе, и людям, что происходит с человеком, когда он входит в систему, что именно меняется и так далее. Первое. При идентификации к человеку присваивается личный QR-код пожизненно. Второе. Всем и всему дается другое наименование, даже церкви. Третье. Человек не сможет обратиться к структурам власти, пока его не опознают через копию, через его же отражение. Выходит копия выше? Приоритетней? Да. И человек становится несамодостаточным. Это и есть отказ от личности. Четвертое. Если человек без копии не может заявить о себе, то выходит, что копия имеет больше прав, чем живой человек. Пятое. Через идентификацию и объективацию человек становится объектом. Шестое. Раз объект новый, то он часть системы дьявольской. Седьмое. Это и есть поклонение дьяволу, ибо человек стал несамодостаточен, без его копии. Восьмое. Через идентификацию человеку присваивается число имени зверя из апокалипсиса, глава 13, 14, 19. Откровение Иоанна Богослова. Девятое. Такой человек уже не тот, которого создал Бог, и даровал ему имя и бытие, самодостаточность, ибо дьявол изменил всего человека и унизил с согласием самого человека. Десятое. Если номер заменяет имя, то это отречение от святаго крещения всех христиан. Это отречение от Христа. Одиннадцатое. Это отказ от свободы. Двенадцатое. Число 666. Это всегда код доступа к системе и базе данных. Ваших данных. На людей повесили дьявольское число. Тринадцатое. Это поклонение Антихристу и всем во власти иудеям. Это повинность и соучастие в пролитии крови Сына Божия. Четырнадцатое. Это прекращение цивилизации, когда машина за нас решает, сколько должно быть рождаемости, а сколько лишних для улучшения, в кавычках, жизни. Это прекращение гражданского кодекса. Это отсутствие прав и свободы. И когда в Конституции сказано, что человек является высшей ценностью, то факты говорят обратное, что копии выше и приоритетней. Пятнадцатое. У системы нет понятий семья, чувства, любовь, сострадание, создатель и многое другое человеческого. Люди должны это понимать, и пока они верят в Конституции, в ценность человека, то это дьяволу на руку. Это для него время для проверки остальных людей, которых он насчитывает примерно миллиард, называя невидимками несуществующих людей. А кто не существует, у того и прав нет. Не так ли? Помните, друзья, что наши святые ясно сказали, что во всем мире правят иудеи и христоубийцы, а в России те иудеи, которые творят заговор против православных всего мира. Понимаете? Это сказал святой Паисий Святогорец и другие отцы церкви. Шестнадцатое. Это согласие человека, чтобы его называли средним родом, допустим, лицо, физлицо, число и т.д. Полное унижение и обезличивание. Семнадцатое. Это замена имени церкви, ибо когда пришел Христос, Он назвал свою церковь через святых апостолов. Соборная, единая, апостольская, православная церковь. Но при регистрации происходит замена, и церковнослужители и верующие соглашаются с тем, чтобы сатана изменил имя. Название. Допустим. Религиозная организация под личным QR-кодом 666. Это открытое предательство Христовой Церкви, ибо она уже не Христова. И мы имеем доказательства святых отцов православия, которые открыто говорят, что истинные христиане будут собираться неформально. Но для чего? Чтобы сатана не изменил название церкви, которую создал Христос. Понимаете? Вот почему в Откровении Иоанна Богослова сказано, что он, Иоанн, увидел много людей святых в белых одеждах, то есть с крещением сохраненным или восстановленным. И далее говорится, что эти святые были умучены и убиты за свидетельство Иисуса Христа, ибо они сохранили само учение Христова, которое сейчас везде попирается. Эти святые, не регистрируясь в системе, дьявола и себя сохранили, и название церкви не поменяли. Это же все просто и понятно. Но почему вы многие не слышите, не понимаете? Потому что любви ко Христу у людей почти не осталось, даже зерно горчичное, и от этого грустно. Перечисленное мною унижение людей от системы Российской Федерации немало и достаточно, чтобы подумать, в какое болото нас загнали. Ну а если для кого-нибудь это мало, то поехали дальше. Статья 2 Конституции присвоила человеку цену. Статья 17 Конституции разделяет людей на три категории. Пункт 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. То есть мы видим, что есть человек, потом гражданин и еще лицо какое-то. Кто же такой физлицо? Если у человека, где он проживает, называется место жительства, это сказано в статье 13 от 1948 года во всеобщей декларации прав человека ООН, то у физлица регистрация. Но в указе Президиума Верховного Совета СССР сказано от 26.01.1981 года, что регистрации подлежат гости и иностранные граждане, номер 3820. Хочу также сказать, что всем лицам присвоен ИНН, что лицо среднего рода, что число, присвоенное каждому лицу, тоже среднего рода. Это цифровая идентификация перед системой. Это объект, имеющий массу и длину. Это бесполое существо. Лицо. Что же это все значит? По указу Президиума выше, зачитанного, все зарегистрированные в Российской Федерации это гости или иностранные граждане. То есть по закону выселили из родной русской земли? Выходит так? Может кто-то скажет, что это закон Советского Союза и к нам не относится? Но по статье 67 Конституции Российской Федерации говорится, что Российская Федерация это продолжатели Советского Союза, СССР. Рассмотрим статью 67 Конституции, где говорится, что Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юридикцию на континентальном шельфе. Перевод слова «юридикция» с латинского это властное диктование непрофессиональных специалистов английского театра религии. Смешно. Но почему английского? Может потому, что в открытых источниках информации в интернете до сих пор не опровергнутая властями Российской Федерации написано, что торговая корпорация ООО Российской Федерации ОУНС Собака Намбер 531-298-725 зарегистрированная в Великобритании и проект Конституции Российской Федерации России статья 67 пункт 2 выполняет роль, возможно, пиратов. стационара для недееспособных и неправоспособных где все приравнены к психически нездоровым. Почему роль? Потому что в 67-й статье Конституции прописано законом для всех нас что они власти Российской Федерации осуществляют юрисдикцию то есть в переводе с латинского выходит что они власти Российской Федерации зарегистрированы в Англии исполняют над нами что? Властное диктование англиканского театрального религиозного представления иудейских обрядах дьявольского колдовства. Выходит, что они нас обманывают через хитрые законы? Привнося в законодательство слова иностранные которых мы не понимаем и легко и открыто обманывают доверчивых людей русских. Людей через документацию назвали товаром и выселили из родного жилья. Но для кого? Для тех, кто убил русского царя Николая II святаго и великого по уму и смиренного сердцем. Святые говорят, что это именно иудеи ибо Ленину, масону и многим, кто устроил революцию платили из-за рубежа например, Англия и Германия. Поэтому эти иудеи революционеры поистине иностранные агенты делавшие то, что угодно Англии. Поэтому и сейчас продолжатели тех иудеев есть Российская Федерация компания торговая. Это настоящие иностранные агенты. Но зачем они, РФ, вынуждены регистрироваться там, за границей? Потому как юридически, по закону они не имеют права на землю нашу, Русь святую. Посему вынуждены составлять свои документы для людей, то есть удостоверение личности и так далее. Таким образом, чтобы люди приняли их документы, как бы заключали сделку, соглашение с этой фирмой. Понимаете? К примеру, слово администрация, администрирование, означает это те, кто осуществляет попечительство над больными людьми, кто в силу своего здоровья не могут осознавать результатов своих действий, те, кто самостоятельно не могут управлять своим наследием. Понимаете, в какой статус ввели людей? Слово администратор – это тот, кто управляет наследным имуществом, ресурсами, активами, согласие наследника, форма первого пункта. То есть через документы люди сами заключили соглашение с теми, кто сейчас нами управляет. Конечно, все это сделано хитро и лукаво, так, чтобы люди не поняли. Но все это ерунда. Если люди осознают, где их Отечество, так говорит святой Иосиф Ватопецкий, говоря, мы молимся, чтобы русский народ пришел в то свое нормальное состояние, которое было до разрушения в 1917 году. Также святой Серафим Тяпочкин говорит, русские осознают, что потеряли, осознают себя гражданами той отчизны, которая еще живет, они пожелают восстать всей Россией царской из пепла, и многие из-за границы будут помогать. Святой Серафим говорит, что еще живет царская Россия. Почему? Потому что, во-первых, сам государь не отрекался от престола, его убили. Но даже если бы он отрекся, это было бы недействительно и по духовному закону, ибо он помазанник Божий, а это не прекращается, и отказаться от этого нельзя, если только за грехи сам Бог отойдет, подобно тому, как Бог оставил Саула. И нет больше Божьей власти, кто бы мог отнять ее, если только не закона. Ну и второе, это своды законов царской империи не предусматривают такое отречение. Поэтому все это обман людей, которые убили царскую семью. Выходит, что все документы Эрефии и сама регистрация английская над Русью незаконна. Понимаете? Если святые молились Богу, чтобы мы, русские, вспомнили, кто мы такие, то, может, пора просыпаться? Или будете ждать, когда Господь тряханет всех войной, голодом и мором? Выбирать вам, дорогие. Помните еще, что если сами святые, как Паисий Святогорец и другие, говорят открыто, что в России власть иудейская, это значит чужая власть, не из Руси, не из России они. Понимаете? Поэтому и регистрация у них из-за границей. Они чужие, даже если много лет прожили у нас. Они чужды православию, чужды русскому духу, Руси святой. Поэтому и договор, как с больным товаром, что они сделали, действует настолько, пока люди не осознают, кто они, пока не вспомните свое Отечество. Ибо документы все это липа, незаконно это все, и противоречит духу и законам Царской империи. Но чем это еще чревато? Если святые говорят нам, что Царская империя жива, то кто же те люди? То есть мы с вами, имея на себе эти документы от Российской Федерации? Кто мы с вами, если даем присягу чужим, иудеям, да еще зарегистрированным в Англии? Пусть совесть каждого сама ответит на эти вопросы, ибо мне очень жаль наш бедный и запутанный народ. Мы многие сотворили предательство Бога, Царя и Отечества, а иначе не говорили бы святые. Мы молимся, чтобы русские вспомнили, кто они и где их Отчизна настоящая. Я понимаю, мои друзья, и даже более, чем это представить можно, что как и раньше, так и сейчас у иудеев метод один в отношении христиан – унизить, облить грязью перед обществом, а потом умучить. Поэтому за это обличение их могут и сейчас в отношении меня поступить так же. Да и душе моей попускает Господь ощутить все это жуткое страдание. Помолитесь обо мне, немощном, ради Христа. Надеюсь, не оставите меня одного в этом положении. Впрочем, не моя, да будет воля, но как Богу угодно. Душа моя бывает в смятении, желает проявить свою пагубную волю. Помоги мне, Господи, и прости за все. И вы, дорогие мои, простите меня, если где-то обидел кого словом, делом или помышлением. Я, сгрешный, всех прощаю. Спасайтесь, державный Зосима. Субтитры создавал DimaTorzok